Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Сергей Зуев. Мы продолжаем цикл передач «Земля изобилия». Мы говорим о Божьем взгляде на деньги, о библейской экономике, о том, что Писание говорит в отношении денег. И мы начали с того, что сам Господь Иисус заявил буквально следующее «Дух Господень на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». Благовестие – это хорошее послание, это хорошая, это добрая новость. Он не сказал о том, что если люди будут веровать в Господа, тогда они еще будут более бедными и более нищими. Он, наоборот, показал, что это хорошая новость для тех, кто примет, поверит, и тогда в их жизни высвободится сила Божия ко спасению, также в отношении и денег. Есть спасение нашей души, есть спасение нашего тела и есть спасение наших денег, друзья, чтобы мы не жили в долгах, но чтобы мы, наоборот, сами могли помогать другим, чтобы мы не жили в недостатке, чтобы мы не просили помощи, а, наоборот, мы могли эти деньги давать, жертвовать, благотворить. Поэтому наши деньги нуждаются в спасении и в исцелении. Итак, что необходимо для этого? Прежде всего, мы должны услышать Евангелие, услышать хорошую новость. Мы должны узнать об этом и поверить в это. Поверить обозначает, что мы начинаем действовать согласно этого слова, потому что Иисус сказал, есть люди, которые слушают мои слова, но не исполняют. Это значит, что они в это не поверили. Они думают, это из области фантазии или философии или теологии, мне это не нужно, вот есть моя настоящая реальная жизнь. Все остальное – это просто предрассудки. Так вот, есть христиане, которые читают Писание, которые слушают проповеди и, тем не менее, не исполняют. Это значит, что у них нет веры в это. Они не поверили, они не познали Божье Слово как истину. То, о чем Писание говорит, чтобы мы могли через познание Бога, через личное познание Бога, не через какое-то научное или теологическое, но через то, что мы с Ним общаемся, через то, что мы изучаем личное Писание, через то, что мы позволяем Духу Святому приносить откровения, мы познаем Бога. Когда мы познаем, тогда мы способны принимать от Него, принимать Его благость, Его любовь, Его заботу, Его обеспечение. Писание говорит, это третье послание Иоанна, первая глава, третий стих, второй стих, извините. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. Другой перевод, английская Библия, Кинг Джеймс, там сказано так, я желаю больше всего, чтобы ты преуспевал и был здоровым. И это не просто слова Иоанна, старца, апостола, мы знаем, что все Писание, оно Бога вдохновенно. И поэтому в действительности это Бог, Святой Дух, который говорит сейчас своим детям, Он говорит нам, говорит лично тебе, дорогой, желаю больше всего, чтобы ты преуспевал во всем и был здоровым. Поэтому здоровье – это желание Божие. Не только когда наше тело болит, мы говорим, Господи, исцели нас, Отец нас желает. Кто из родителей, вы, наверняка многие из вас родители, вы имеете детей, и когда дети болеют, иногда им тяжело. Вот вспомните наше состояние. Мы всем сердцем готовы проникнуть. Мы хотим на себя забрать эту боль, чтобы только наш ребенок не страдал. Так вот, то, что мы делаем по отношению к нашим детям, наш Небесный Отец сделал гораздо-гораздо больше. Однажды Иисус сказал в Нагорной проповеди, Он сказал, что если вы, земные родители, будучи злые, будучи в своей плотской природе, умеете даяние добрые давать детям вашим, тем более ваш Небесный Отец даст благо просящим у Него. Так вот, Отец желает, чтобы мы были здоровыми. И Он желает, чтобы мы процветали, чтобы мы имели успех в каждой сфере и области нашей жизни, в том числе финансовой сфере. Давайте мы посмотрим, как вообще все началось, вот буквально с самого начала момента сотворения, потому что мы тогда поймем, а какой был изначальный оригинальный план. Понимаете, то, в какой ситуации мы сейчас живем, это не совсем то, как Бог это сотворил, потому что изначально человек был помещен в Эдем. Давайте вспомним, как это было. Книга «Бытие», 2 глава, 8 стих. «Насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал». Кто скажет, да, я уже слышал много раз, но давайте задумаемся. Сначала Господь все сотворил. Он сотворил все растения, Он сотворил животных, Он сотворил прекрасное место для обитания. И именно в эту среду обитания был помещен человек. Это был Божий оригинальный план для человека. Понимаете, как для птицы ее нормальная среда обитания – это воздух, а для рыбы нормальная среда обитания – это вода, так для человека нормальная естественная среда обитания – это Эдем. А Эдем, что это такое? Это место очень хорошее. Ну, давайте прочитаем 9 стих. «Произрастил Господь Бог из земли, всякое дерево, приятное на вид, хорошее для пищи». 12 стих. «Золото той земли хорошее». Там камень Бдалах, камень Оникс. Так вот, то, что само по себе значит слово «эдем» или «иден» – это наслаждение. Эдемский сад – это сад изобилия и наслаждения. Там есть вся пища, там есть полное обеспечение, там есть золото, там есть украшения, там есть парфюм. В общем, все, что нужно было для человека. Представляете, Бог поместил именно в эту среду. Это его план, это его идея. Поэтому, когда человек видит вокруг себя не Эдем, соответственно, у него начинаются какие-то там вопросы, проблемы, внутреннее терзание, неудовлетворение и все остальное. Потому что наша естественная среда обитания – это не нищета, это не голод, это не болезни, это не разруха. Наша нормальная, естественная среда, как в соответствии с оригинальным Божьим планом – это изобилие, это все, что было вокруг приятно, красиво и замечательно. Но мы с вами идем туда. Это то, что для нас сделал Иисус. Вы помните, что Адам находился в той потрясающей атмосфере. Вокруг него были красивые животные, пели птицы, была приятная такая музыка и все было. Все было. И золото, и было, чтобы покушать. Возникает вопрос, нужно ли было Адаму работать? Знаете, большинство людей на этот вопрос сразу говорят, нет, а зачем? Потому что если уже все есть, зачем тебе работать? Так вот, идея такая пришла не от Бога, она не пришла из Библии. Эта идея пришла из-за отпадшего человека, она пришла из-за того, когда человек совершил грехопадение и оказался совершенно в другой среде. Дорогие, послушайте внимательно сейчас. Адам в Эдемском саду трудился. Но он трудился не для того, чтобы заработать себе на жизнь, как делают сейчас в основном люди. Он трудился для того, чтобы исполнить поручения, исполнить свою миссию от Бога. Потому что Господь ему дал задание. Он сказал, охраняй этот сад, возделывай сад и умножай этот сад. Идея Божья была, чтобы Эдемский сад распространился по всей планете Земля. Вы знаете, человек это не просто было некое высокоразвитое животное, как это говорят сторонники теории эволюции. Человек это был образ и подобие самого Бога. Когда Бог сотворил человека, однажды один человек, один проповедник видел такое видение. Момент сотворения человека, когда ангелы, они просто в изумлении смотрели и они не могли понять, где Бог, а где человек. Потому что человек был точной копией, точным подобием Бога. Он также был могущественным, сиянием славы Божьей. Адам не просто был голеньким человеком, понимаете, он был окружен славой Божьей. И Бог является Богом и Творцом всей вселенной. И Господь поставил свое подобие, свой образ над планетой Земля. Послушайте, быть Богом этой планеты. От Адама зависело, пока он находился в той связи с Богом, зависело от того, какая будет атмосфера, какая будет природа, какая будет среда на всей планете. У него была власть над всеми животными. У него была власть над всеми природными катаклизмами, над всеми природными явлениями. Что произошло? Мы помним этот момент, когда Адам перестал слушаться Бога и начал слушать дьявола. И в эту самую секунду произошло полное изменение. Его Господь предупреждал. Он говорил, что если ты это сделаешь, ты умрешь смертью. Но когда Адам согрешил и не послушался Бога, то мы знаем, что он потом жил еще почти тысячу лет. Но что произошло? Адам умер духовной смертью. Иными словами, он как дух, друзья, человек, это не просто тело, способное жить, плодиться, размножаться, кушать, работать и так далее. Человек – это дух, это духовная личность, которая живет в этом физическом теле. Дальше мы об этом больше поговорим. Но человек был соединен с Богом, который есть жизнь. Он принадлежал Царству Божьему. Он принадлежал Вселенной Божьего Царства, духовному миру. Но в тот момент, когда он перестал слушаться Бога, он был отделен от Бога. Он умер для Бога. И он ожил для Царства тьмы. И получается, что его дух переподключился. Он был отключен от Царства Божьего и подключен к власти тьмы. И тогда уже сатана стал господином. И тогда природа, вот эта злая сатанинская натура и природа начала проявляться по всей планете Земля. Люди порой спрашивают, а если есть Бог, почему тогда войны, почему землетрясения, почему такие проблемы, почему люди злые, почему убийства, аборты и все остальное. Друзья, но это не от Бога, это не вопрос Бога. Это потому, что Адам был ответственен за то, что вторглась сатанинская природа, разрушение, зла, насилие, лжи, обмана. Все эти болезни. Это не пришло с неба, друзья. Это пришло от дьявола. И таким образом вся эта планета погрузилась под контроль сатанинской природы. Что произошло с Адамом? Смотрите, вот он до этого имел полное изобилие. У него было все хорошо. Он трудился не для того, чтобы заработать. Он трудился, наслаждаясь, высвобождая свои дары, таланты. Он называл этих животных. Он словом распространял сад. И было так замечательно. Он был полон величия и славы Божьей. И ни в чем не нуждался. Как только он перестал слушаться Бога, он был выдворен из Эдема, из Божьего Царства. И оказался на территории власти тьмы, на территории царства этого мира. Писание говорит, век, этот век или этот мир. Можно назвать это так, вавилонская система. Кто-то скажет, почему вавилонская? А потому что именно в вавилоне люди провозгласили такой открытый бунт против Бога. Когда они начали строить эту вавилонскую башню, они заявили, Бог, ты нам не нужен, мы без тебя заберемся на небо. Ты нас больше не сможешь потопить, потому что наша башня будет такая высокая. То есть фактически они заявили, что они не будут Бога слушаться, они будут ходить своими путями, они будут строить свои башни и все остальное. Поэтому вавилон это фактически бунт, это вызов, это неподчинение Богу. И таким образом Адам из Эдема, из Божьей системы, царства Божьего, он оказался в системе Вавилона или в системе царства тьмы. Что происходит? Бытие, 3 глава, 17 стих, когда Господь начинает говорить после грехопадения. Адаму сказал, я сокращу немножко, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, в поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Вот это, друзья, падение. Вот это мы видим катастрофа. И Адам же не только пострадал, только он сам, понимаете? Все человечество оказалось вот в этой самой системе, где в поте лица люди зарабатывают себе на жизнь, они вынуждены трудиться, многие из них честно трудятся, хорошие люди, но они выживают, они получают маленькие зарплаты, гроши в поте лица, со скорбью. И земля, вместо того, чтобы давать им большой хороший плод, она производит тернии и волчцы. И это все результат того, что человек перестал слушаться Бога. Он был отделен от Божьей системы и переведен в другое царство. Он перейден под власть других сил, где у него больше нет этой радости, нет этого успеха, нет этого обеспечения. И он уже не проявляет свои дыры и таланты, он просто вынужден зарабатывать себе на жизнь, чтобы хоть как-то обеспечить свою семью. Друзья, следующая передача будет очень интересной, очень важной. Не пропустите. Сегодня я с вами прощаюсь. Пусть Господь хранит вас с Богом.